В Волгограде прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады «Основы православной культуры». Лучшие ученики старших классов Волгоградской области собрались для участия в Олимпиаде в Царицынском православном университете имени преподобного Сергия Радонежского. Участниками Олимпиады стали 38 ребят, показавших наиболее высокие результаты по итогам муниципального этапа и выполнившие проектную работу об одном из монастырей Волгоградской области. В это число впервые вошли не только школьники общеобразовательных учреждений Волгограда и Волжского, но и ребята из воскресных школ, вдохновения храма Иоанна Кронштадтского и звездочки храма Богоявления. Олимпиада традиционно началась с молебна в Церкви Живоначальной Троицы Свято-Духово-Монастыря. Все участники получили благословение на успешное выполнение заданий. Сама Олимпиада длилась три часа и состояла из разных тематических блоков – значения русских монастырей и подвижников, в становлении православного образа жизни на Руси и просвещения народов России, знаменитые обители России, эпоха преподобного Сергия Радонежского. Задания в этом году были очень интересные, разнообразные. Посвящены были они монашеской жизни в разный период времени. В том числе и в этом году одна из тем была посвящена жизни преподобного Сергия Радонежского. Очень отрадно, что ребята, учащиеся, они знакомятся благодаря этой Олимпиаде, они знакомятся с житие преподобного Сергия, они знакомятся с его деяниями, знакомятся с той исторической ситуацией, которая была. И как человек, который учился и преподавал в Царицинском православном университете, преподобного Сергия Радонежского, который учился в Московской духовной академии, которая находится в стенах Троицы Сергия Лавры, я, конечно, понимаю, что личность преподобного Сергия, любое соприкосновение с этой личностью, оно неминуемо оставит такой добрый след в душе любого человека. Участие в Олимпиаде становится полезным и для духа, ведь ребята узнают о святых и для устройства в жизни. Победители Всероссийской Олимпиады будут иметь льготы при поступлении в ВУЗы и просто для души. Здесь ребята встречают единомышленников и настоящих друзей. На этой Олимпиаде встречается много хороших людей, недобрые все время. То есть, когда туда приходишь, все время с добротой тебя встречается, с позитивностью. Когда я готовилась к Олимпиаде, я прочитала много книг и могу с уверенностью сказать, что, например, дальше, когда буду жить, буду сталкиваться с трудностями и буду легко проходить, потому что на самом деле очень многое дает православное, потому что вот святые отцы, они проходили уже жизнь, они знают, что нужно делать. Посещение Святодухового монастыря и Царицинского православного университета стало важным событием и в жизни учащихся, и в жизни педагогов. Они смогли пообщаться со священнослужителями, ощутить дух православного вуза, познакомиться с выставкой, посвященной истории епархии и святодуховой обители. Продолжение следует...